Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Национальный тайский спорт в Май-Тай существует уже много веков. Чемпионов в Таиланде почитают как национальных героев. За рубежом тайский бокс имеет репутацию кровавого и жестокого вида спорта. Между тем, этот вид единоборства, в основе которого лежат буддийские ритуалы и древний кодекс чести, заслуживает несравненно большего уважения. С 15 по 19 сентября в Сочи прошли первые всероссийские пляжные игры, в рамках которых состоялся всероссийский турнир по тайскому боксу. Турнир собрал около 100 участников из 17 регионов России. Рязанская область на турнире представлял спортсмен Уйгун Тахиров, который стал серебряным призером соревнований весовой категории до 60 килограммов. Уйгун тренируется под руководством президента областной федерации тайского бокса Владимира Печорских. В весе было 5 человек. Пали по длинной сетке. Провели три боя. Один бой он в полуфинале одержал досрочную победу нокаутом у спортсмена из Севастополя. И в финале уступил более опытному бойцу из Волгограда, призеру Кубка России прошлого года Дамиру Хисамеддинову. По словам Владимира, все лето шла подготовка к новому сезону. Выступлением своего подопечного в целом доволен и видит в спортсмене хороший потенциал. Конечно, приятно. Хотелось бы занять первое место. Но вот так получилось, что уступили. То есть подразбился он немножко в полуфинальном бою. Травмировал ногу, колено. И уже с болью вышел на финальный поединок. Да, горжусь. Приятно очень, что человек в 30 лет выступает и на хорошем уровне сражается с молодыми ребятами, которым 20-23 года, с кандидатами-мастерами спорта, с мастерами спорта работает на одном уровне. Ну а сам Уйгун считает, что работа непочатый край. Вторым местом скорее расстроен и в будущем готов приложить все возможные усилия для того, чтобы подниматься уже на самый верх пьедестала почета. Результатом доволен? Конечно, нет. Конечно. Еще в дальнейшем готовимся. В дальнейшем много турниров. Подготовку надо с тренером. А вот ты для себя какие-то выводы сделал? То есть что-то нужно улучшить, где-то там быть как-то по-другому, поступать. Вот такие вот есть у тебя выводы после турнира? Конечно, есть. Ну, в следующий раз я хочу встать в первое место. А планы на будущее довольно масштабны. Впереди три крупных турнира. В октябре ждет Тула и спорт против наркотиков. В ноябре всероссийский турнир – Кубок Героев Подмосковья. А знаменуется всероссийским турниром и последний месяц этого года. В общем, судя по всему, тайский бокс действительно набирает обороты и становится все более и более популярным видом спорта, в том числе и в нашем регионе. Около 50 регионов представляют обычно на чемпионате России, там 40-45 регионов представляют Россию. Ну, с каждым годом набирает популярность он. Есть, конечно, регионы, где его еще нету, не дошел туда. Конечно, тайский бокс – это достаточно травмоопасный вид спорта. И главное здесь – правильная подготовка и грамотный подход к делу. Все может быть. Травмы допускаются, конечно. Спорт жесткий. Там разрешены удары коленями в корпус, локтями. Бывают рассечения. Ну, это, то есть, издержки, так скажем, спорта этого. Словом, спорт есть спорта. Но нашему спортсмену хочется пожелать силы духа, мощи удара, ну и, конечно же, побед. А теперь о спорте коллективном. Рязанские футболисты провели свой очередной домашний матч в рамках розыгрыша чемпионата России по футболу в зоне «Центр». Свой домашний матч футбольный клуб «Рязань» провел в субботу, 19 сентября, против Лискинского «Локомотива». И на этот раз рязанцы вновь продемонстрировали хорошую игру в обороне. Впрочем, в первой половине первого тайма большого преимущества хозяев поля не ощущалось. В какой-то момент «Локомотив» казался даже более активным. Однако рязанские футболисты после четверти часа игры сумели организовать голевой момент. На 25-й минуте встречи после прострельной передачи с правого фланга на добивание сыграл Александр Антипенко. Впрочем, после забитого мяча рязанцы сбавлять оборотов не собирались. Вскоре Александр Антипенко бил головой метров с восьми, но точно во вратаря. Но на 33-й минуте встречи нападающей результативно завершил очередной навес Артура Шахназарова. И счет стал 2-0. В общем, менее чем за 10 минут рязанские футболисты создали комфортное для себя преимущество в два мяча. Во втором тайме наши футболисты уверенно контролировали ход встречи. Лискинцы хоть и предпринимали попытки как-то изменить положение, но в итоге хозяева поля этого им сделать не позволили. Герой матча, безусловно, стал нападающий в ФК Рязань Александр Антипенко. Настраивался, как обычно, в принципе, на любую игру выходишь. И стараешься показать ту игру, чтобы помочь команде и чтобы добиться результата. Ну, голы, голы. Наверное, вернулось не то невезение, которое было у меня в предыдущих играх. Но это благодаря ребятам. Тренер рязанских футболистов Гарни Ковалян на послематчевой пресс-конференции, несмотря на положительный результат для команды, обещал прибавить содержание игры. Нам повезло, мы забили первым таймом удачно из двух с половиной, из трех моментов. Два мяча забили и все. И практически по результату уже начали играть. Ну, во втором тайме немножко перестановки уже сделали и все. Но получилось такое уже... Опять повторюсь, повезло, что мы забили такой удачный гол. Первый и второй гол. Ну, уже игра сделана была, скажем так. Все равно нет такого полного удовлетворения, то, что у нас в прошлом году мы играли, по содержанию игры. Но это уже очень много народа поменялось, ушли и пришли, поэтому для этого нужно время. Дай Бог, что все было нормально. Я думаю, наладим и поставим показать тот же футбол, который был в прошлом году. После десяти матчей розыгрыша Чемпионата России по футболу в зоне центра лидирует футбольный клуб Тамбов. У него 22 очка. Второе и третье место делят пензенский «Зенит» и рязанские футболисты. Но у пензенцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Следующий матч ПК «Рязань» проведет в воскресенье 27 сентября на выезде в Орле. В среду и четверг рязанские пловцы боролись за призы открытого чемпионата города по плаванию. Турнир прошел в бассейне «Аквамед». Чемпионат открытой первенства города по плаванию проходит в бассейне «Аквамед», который расположен на территории Рязанского медицинского университета. В соревнованиях приняли участие более 100 человек. Все они – члены команд спортивных школ города и области. Пловцам предстоит показать себя на дистанциях 100, 200, 800 и полторы тысячи метров плавание на спине, бутерфляем, брасом, вольным стилем и эстафетах 4 по 50 метров комбинированным стилем. Чемпионаты первенства города такого уровня проходят в «Аквамеде» впервые. Соревнование – это называется открытый чемпионат города Рязани по плаванию. Участвуют сильнейшие пловцы города Рязани, а также с области, которые будут здесь формироваться команды на зональный чемпионат России. Сильнейшие пловцы школ. Популярность плавания в Рязани растет во многом благодаря бассейну «Аквамед», говорят тренеры спортшколы «Волна». Их воспитанники занимаются в «Аквамеде» сам в открытии. Наиболее преданные болельщики – это, разумеется, родители. Они в один голос заявляют, что ребята занимаются плаванием с большим энтузиазмом и заставлять ходить в бассейн на тренировки никого не приходится. Я, наоборот, ему говорю, не ходи, уж ты встал, отдохни, нет, я пойду. Ему нравится, да. Небольшой момент был в начальном периоде, когда пошли боли и нагрузки. Все, как правило, люди, как люди, стараются уехать. Но поддержали, объяснили, и все, теперь он, можно сказать, к бассейну прирос. Мы поощряем, потому что это организует его, это способствует гармоничному развитию моего сына. Но это безопасный вид спорта, я считаю, он нетравмоопасный. Это полезно для всех органов и систем организма, растущего особенно. Отбор существует. Мы берем ребят по данным, в первую очередь, по тому, как они умеют, что они умеют, что не умеют. Ну и ребята у нас занимаются, не просто обучаются плаванию, а также у них есть стимул для того, чтобы развиваться. Так как мы предоставляем возможность участвовать на соревнованиях, детских соревнованиях в первую очередь, выездных соревнованиях по области, иногда даже выезжаем в другие регионы. Ну, конечно, не часто, но бывает. На открытии соревнований начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кощеева отметила важность проведения мероприятий, способствующих популяризации плавания в Рязани и повышению спортивного мастерства пловцов. Из победителей и призеров этих состязаний будет сформирована команда, которая отправится на чемпионат ЦФО отстаивать честь региона. У нас достаточно сильные сейчас команды, потому что лето у нас прошло, учебно-тренировочных сборов на выезде, ребята сейчас готовы. Ну, сегодня первый день. Я думаю, ребята достойно себя проявят и отберутся, попадут в состав нашего региона, то есть в составе сборной области. Чемпионат открытой первенства Рязани по плаванию будет проходить в течение двух дней. Победители получат не только грамоты и призы, но и абонементы на посещение бассейна «Аквамед», который они смогут подарить своим друзьям или родственникам. Стало известно, что по итогам Всемирного дня подтягивания Рязань заняла первое место по России. По опубликованным результатам рязанцы превзошли даже москвичей, благодаря массовости и регулярным физическим нагрузкам. Акция по подтягиваниям, напомним, прошла в прошлый понедельник. В Рязани Международный день подтягиваний прошел на нескольких площадках. Их обустроили во всех районах областного центра. Подтянуться на турники пришли прежде всего юные и молодые горожане. Школьники и студенты собрались на одной из самых больших площадок для воркаута возле бассейна «Чайка». Воркаут или уличный фитнес – это одно из популярных сейчас направлений массовой физкультуры для занятий достаточно простого дворового турника и брусьев, ведь основной акцент делается на работу собственным весом для развития силы и выносливости. Кстати, в областном центре постепенно появляются и современные спортплощадки, на которых помимо стандартных перекладин смонтированы разнообразные рукоходы, шведские стенки и прочие конструкции. Всемирный день подтягиваний не смогли пропустить ребята-любители уличных тренировок. Перед началом соревнований рязанские и косимовские турникмены показали, как правильно делаются такие элементы, как выходы силы, флажки и горизонты. Ребята говорят, что спортсменами себя не считают, однако они вместе проводят тренировки, составляют собственные методики, учат новые элементы и собираются в будущем выступать на спортивных и физкультурных фестивалях. Я сначала занимался лыжами, лыжным бегом, потом занимался просто бегом. И потом я, когда приехал к другу в гости в Касимов, он показал мне пару видео, которые я уже понял, что мне это очень нравится. Я попробовал пару элементов, мне очень легко удалось. Меня как затянуло это, я дальше стал учить, учить, учить. И вот сейчас я достиг более сложных элементов. До воркаута я ничем не занимался, физическую активность особо не проявлял. Воркаут я увлекся два года назад. Понравился он мне тем, что есть разнообразие огромное в упражнениях. То есть ты пришел и что ты хочешь, что ты поделал. Мне он понравился тем, что он довольно дружный. То есть приходят все, огромное количество людей на тренировку и общаются, делятся опытом между собой, показывают, что это друг другу. Каждый учит чему-то новому. Перед участниками соревнований по подтягиваниям выступили юные гимнастки с показательным номером. А затем юные гимнастки продемонстрировали мастерство акробатики и грации уже на привычных для себя снарядах. Все участники соревнований и даже большие любители турников и брусев аплодировали спортсменкам. На гимнастику меня привел папа. Мне нравится этот вид спорта. Снаряд какой тебе больше всего нравится? Бревно. Почему? Ну не знаю, мне нравится там все делать. Бревно узкое. Получается? Да. Самая хорошая гимнастика, лучше всех. Спортом очень хорошо заниматься. Он полезен. Ну а после показательных выступлений ребята турникмены превратились в судей и стали отсчитывать количество подтягиваний у пришедших на площадку возле бассейна «Чайки» желающих. Надо сказать, что первые уличные соревнования по подтягиваниям состоялись в 2011 году. Тогда на акцию собрались около 3000 человек. Однако довольно быстро спортивное движение вышло на международный и даже официальный уровень. Так, 14 сентября прошлого года спортивные площадки были обустроены уже в 53 странах мира. И поскольку Всемирный день подтягиваний – праздник молодой, то и каждый год удается поставить рекорд по общему максимальному числу подтягиваний. В прошлом году участники подтянулись 164 707 раз. Чтобы побить прошлогодний установленный рекорд, каждому в среднем необходимо было сделать не менее 10 повторений. Обычно мы в пределах 10 раз, я считаю, что это уже довольно-таки неплохо. Это средний результат 10 раз. Ну, выше 10 раз – это уже, я считаю, показатель довольно-таки приличный на хорошем уровне. Во-первых, это силовой вид спорта, и он довольно-таки популярный и в колледже, и в студенческой среде. И вот этот Всемирный день, в принципе, я, в общем-то, приветствую это. Ребята с удовольствием сейчас идут на вот это мероприятие. Впрочем, рязанцы не подвели. По итогам Всемирного дня подтягиваний на спортплощадке пришли 3838 человек, и они подтянулись 49 706 раз. Таким образом, средний результат каждого рязанца составил 13 подтягиваний. Теперь эти результаты будут направлены в Москву и пойдут в общую копилку подтягиваний нашей страны. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми, ибо всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова